всем еще раз привет меня зовут михти сегодня мы с вами обсудим такую обширную тему как отказ от семей в ресторане что для вам для этого понадобится как вообще это все организовать все мои знания которые я получил они пригодятся точно таким же людям которые не хотят нанимать но хотели бы чтобы в ресторане вино приносило деньги а какие деньги будет приносить это уже будет зависеть от того как вы выстроить работу в нашем случае это около 10 процентов от общего товарооборота с чего нам нужно начать нам нужно начать с того определиться в какую сторону мы будем двигаться для того чтобы определить в какую сторону двигаться нам нужно понимать для кого мы будем продавать и какие вина ставить для этого нам нужно провести анализ потребителя анализ потребителя по среднему чеку по возрасту и по гендеру после того как мы проанализировали нашего потребителя выяснили кто к нам ходит и какие вина нам нужны конкретно под гости нам нужно обязательно проанализировать наш что вино это самый лучший соус к еде как говорил мой старший коллега иван лазарев на всех своих обучениях мы должны понимать какая направленность у нас у нашей кухни это восточная кухня это стейкхаус либо может быть это морской ресторан в котором преобладают острицы белая охлажденная рыба или может быть другие мои продукты какие основные способы приготовления и также должно быть у вас если пример у вас восточная кухня у вас много острой пищи у вас должны быть подобающие вина должны быть рис кинги должна быть кислотные вина если у вас много много рыбы у вас должно быть также много белых если вы к примеру балканский ресторан то там очень много тушеного жареного и также острого и свежих овощей вот должны быть легкие красные вина должны быть плотные белые и на маслянистые кухня очень важную роль играет на то какая вот будет винная как какие вина вам стоит выбирать после того как мы с вами провели все необходимые нам нужно вступить в переговоры с поставщиками именно те люди которые будут возить вам вино и не просто возить они должны будут давать вам за это какие-то плюшки давайте перечислим просто перечислим резиновые коблики бар и у см материалы это различные буклеты какие-то папочки для счетов с логотипами брендов самого поставщика скидки 5 процентов скидки 3 процента 4 процента это все не является особыми условиями которые должны вас устраивать при составлении контракта это все они вам дадут и дадут любому другому партнеру при этом не заводя 20-30 позиции просто за то чтобы появиться вашей винной карте эти люди уже должны предоставлять вам хорошие условия после того как поставщики выслали вам свои предложения вы выбрали из них несколько вин которые подходят вам по описанию и по цене нам с вами нужно провести дегустацию что такое дегустация дегустация это обязательный процесс перед тем как вы утвердите вина в карту вы должны все отпробовать абсолютно все от первого до шестидесятого вина перед тем как вы примете окончательное решение потому что читая про него и слушая как вам про него рассказывают поставщики это одно а почувствовать все на своем языке и небе это совершенно другое после того как мы с вами определились какие ли мы ставим карту нам нужно понять как она будет выглядеть я вам сейчас продемонстрирую три самых часто встречающихся стиля винной карты опять я говорю же у нас в Екатеринбурге возможно в ваших городах есть какие-то более уникальные ребята которые изобрели еще что-то новое у нас пока только так классическая винная карта вот тут сейчас перед вами моя винная карта из ресторана винная карта без дробления спер я ее у бывшего Наташи и Андрея из ресторана мята что мы можем увидеть это винная карта вообще без дробления то есть здесь поделено на белое и на красное здесь мы видим страничку только с белыми винами вин немного то есть это подходящая карта для тех у кого в общей сложности там 15 может быть 10 вин 5 красных 5 белых и там 3 игристых например в таком случае вы можете расписать полностью все характеристики вина от того где она произрастала еще какую-нибудь интересную легенду у вас куча места в карте и пожалуйста тут вообще ничего не нужно гость сам все прочитал сам все понял и сам все заказал будь у меня вот такая маленькая винная карта я бы так и сделал так ну что ж вот значит у нас с вами есть винная карта все здорово уже и напечатан в напечатанном виде но продавать то некому нам нужно наших с вами коллег обучить иначе ничего не получится дам вам просто несколько работающих у нас инструментов мы несколько лет боролись с официантами чтобы они учили вино и только вот эти вещи про которые я вам расскажу только они у нас сработали и так календарь тренингов скелет календаря вам скинет наташ наташа скинешь ведь да 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 уже сделал каким образом он работает собственно здесь расписаны дни недели даты и имя ведущего в большом квадратике написано то что он будет проводить здесь не только темы вина здесь в общем принципе какие-то текущие темы связаны с нашей текущей работой с меню с какими-то событиями дегустации блюд дегустации напитков и так далее и обязательно касаемся вина раз-два в неделю проходим одни и те же темы повторяем 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 и если есть такая возможность обязательно даем пробовать самое действенное это рассказал дал попробовать например обсуждаем видно по бокалам буквально по 50 миллилитров наливаем каждого вина по два бокальчиков каждом по 50 миллилитров и пускаем ребята все слушают пробуют и они лучше запоминают когда ты им говоришь в этом вине есть ароматы маракуйи и смородинового листа они таким хорошо а когда ты им это рассказываешь пробуют у них это еще лучше откладывается потому что у нас есть зрительная память и слуховая память и память через рецепторы она тоже очень хорошо дает информацию весь урок вы сможете посмотреть на нашем сайте gastrobricks you screen его также на вкладке ресурсы вы сможете найти образцы в данному уроку и наброски актуальных винных карт для трех разных типов предприятий питания